всем привет дорогие друзья рад приветствовать вас в новом видосики по 740 вольве если вы не смотрели первую часть обязательно перейдите сейчас и ознакомьтесь с первой частью где мы эту машину заводили оживляли и покупали потому что без понимания без просмотра первой части видео у вас не будет понимания что вообще происходит я надеюсь что все таки большинство людей первую часть посмотрели и понимают чем сегодня будем заниматься и с чем мы сегодня будем иметь дело прошлую серию я закончил на том что мы просто прокатились на машине сделали некий такой тест-драйв машина еще была супер расхлябана потому что она больше трех лет стояла просто у подъезда подвеска еще не разработалась тормоза не разработали впечатления были знаете таки 50 на 50 вроде и супер комфортная интересная машина но вроде и металлолом я же уже за кадром покатался полноценно на этой вольвухе у нее разработалась подвеска разработались тормоза она сама по себе начала быть похожа на машину ну и отмытой она конечно выглядит в сто раз лучше сегодня будем заниматься устранением текущих мелочей вот что там неисправно самые основные проблемы я вам буду их показывать рассказывать и расскажу в принципе как сейчас обстоят дела запчастями на 740 вольву 1989 года друзья с момента покупки прошла уже неделя и машина я попользовался причем попользовался очень даже здоровски я на этой машине вывез за два года накопившийся мусор в обоих моих гаражах вот в этом гараже в новом в старом моем гараже супер много всякой ненужной пластмасса каких-то досок там деревяшек дров отсыревших гнилых и тому подобного в общем эта машина все на себе утащила прям супер багажник у нее такого размера что у нее можно грузить сколько угодно и чего угодно посмотрите в бандитские 90 до в те лихие 90 сюда можно было трех терпил положить да даже четырех в принципе друг на друга вот тут место для терпилы карлика здесь классический терпила на него классический терпила и еще один классический терпила и мне эта машина еще должна послужить назовем это так у меня там на даче есть определенные тоже дела надо вывести мусор какие основные моменты так скажем и проблемы по этой 740 вольво вроде бы нужно то здесь по мелочам починить ручки дверные починить или купить дверные карты другие купить другие элементы салона чтобы он нормальный красиво смотрелся и тут самая большая проблема наступает дело в том что запчастей на 740 вольво просто нет физически не то что новых я сейчас не про новые запчасти говорю а про бушку открываешь любую площадку смотришь что нам предлагают фонарей нет здесь нужно менять оба задних фонаря у этой машины они разбиты фонари по 5 по 10 тысяч рублей за одну штуку я все понимаю такая цена имеет место быть если кто-то человек собирает себе вот такую машину в музейном состоянии для него не будет проблемой купить два фонаря там по 10 тысяч рублей зато у него машина будет состояние идеал музей мне же нужны просто стопы любые может быть выгоревшие поплавившийся от солнца матовые и так далее просто чтобы они были целы иначе пройти техосмотр не получится потому что в них вот на этой машине кто-то их ногами пробил с ноги них дыры вот если вне эти школьники которые когда-то пнули эту машину ну либо люди которые были недовольны что она парковку занимала три года то же самое касаемо дверных карт элементов салона здесь использовались такие материалы при изготовлении этих дверных карт прессованный вот этот арголит типа такого и эти карты просто не дожили до наших времен купить что-то на эту машину из запчастей если не касаемся ходовки и мотора это все можно новое взять до сих пор что-то салонная какие-то молдинги зеркала какие-то ручки личинки ничего нет просто машина в вакууме каком-то а все из-за чего все из-за того что даже рынка на эти машины нет понимаете вот просто их нет по всей москве области сейчас продажи пять машин и самая дешевая самая убитая стоит 160 тысяч рублей на нее без слез не взглянешь вот это по сравнению с ней новое ладно о чем разговор я тут за кадром уже приезжал повозился сейчас вам все покажу ничего интересного снял ручку дверную я думаю вы помните из первой серии ручка была оторвана с мясом вот тут вот аж заломала посмотрите кто-то пытался как будто ее через силу не знаю вырвать даже помял вот лист двери снял ручку заизолировал подключил на место центральный замок здесь сгнили провода вот я изоляцию переделал все и пропустил новую проводку здесь пятиконтактный актуатор центрального замка стоит разумеется это не заводское решение кто-то уже делал здесь плюс плюс просто сгнил него то есть отгнил плюс и из-за этого центральный замок не работал теперь центральный замок работает все четыре двери открывает и закрывает далее здесь выпилены видите вот куски дверей здесь должны были быть штатные динамики и их просто не к чему было крепить динамики тоже находились в прямом смысле в подвешенном состоянии вольвешные я поставил пионерки сюда вот такие которые с двенаря сняли здесь пока на стяжках висит потому что дверная карта снята там в той двери я уже поставил на постоянку то есть у нас точно такой же пионер стоит так как музыка здесь была отвратная разбирался с подъемниками почему они через раз работают все то же самое все банально и просто просто отваливался плюс в таких старых машинах ну найти какую-то сложную поломку в электрике проблематично в основном это либо отгнивает масса либо отгнивает отваливается плюс и все по накатанным то есть третьего варианта ну практически никогда не было либо отгнил плюс или пропал плюс либо отгнила пропала масса подъемник работает музыка работает и вот тут у меня на этой двери работа встала почему покажу вам я думал возможно вот эту ручку удастся починить вот это вот но нет посмотрите здесь силумин ну это реально заводской заводская недоработка то есть такое в серию пускать нельзя было нельзя было продавать вот такие вот ну нельзя было конструировать даже не то что продавать я сейчас как-то по умному возможно пытаюсь изъясниться вот так вот эта ручка работала смотрите вот когда мы нажимаем на язычок вот поднимается тяга сейчас вам показываю вот так надеюсь вы поняли нажимаем язычок и тяга уходит в зацеп и поднимает замочек все и дверь открывается то есть простейшая конструкция в девятках в восьмерках это реализовано даже более простым способом то есть ручки в девятки и в четырки они более ремонтопригодные чем вот эти вот волевские и здесь вся нагрузка вы только посмотрите вся нагрузка приходится вот на такой полумиллиметровый слой вот это заводская вольвешная ручка чтобы никто ничего не подумал что это какой-то китай стоит пэтрон и так далее тот заводская вольвешная ручка и вот почему они все ломаются потому что основная нагрузка вот тут это ну как по мне чисто недоработка конструкторов и этот металл не варится если сейчас кто-то спросит отчет его не подводишь не заваришь не ребят этот металл не варится ну и также вот разобрав здесь подлокотники все эти штуки пластиковые они все разорваны это не я сломал то есть вот так они все были вот эти вот новые отверстия посмотрите сколько здесь новых отверстий кто-то насверлил это все было просто на саморезах на клею приклеена к дверной карте вся вот эта мелочушка все было просто там на клею изоленте и сопля и смотрите прикол вот эта ручка левая задняя тоже сломана тоже не работает просто ее пока никто не снимал и теперь самый абсурд открываем любую доску объявлений смотрим запчасти на volvo 740 в наличии просто сотни если не тысячи ручек дверей правой стороны правая передняя правая задняя не шучу тысячи штук в наличии никому не нужны знаете почему давайте я вам покажу машине 35 лет ручкам 35 лет задние этими ручками не так часто пользуются поэтому они на всех этих вольвах старых выживают и никому не нужны а вот эта сторона ей самое активное использование постоянно на нее приходится сюда обычно водитель загружает ну какие-то свои там пакеты из магазина например какие-то посылки грузы зачем ему идти на ту сторону или в багажник если можно в салон положить рюкзак тот же самый все все но с вот этими ручками я покопал форумы вольвоводов и почитал борт-журналы drive 2.ru люди уже нашли аналог естественно наши братья китайцы постарались и снабжают нас аналогами вот этих ручек самое интересное что у этих ручек есть сторона то есть вот это ручки водительской левой стороны они идут абсолютно идентичные и на заднюю дверь и на переднюю но сторона отличается и в чем прикол 2 600 стоит ручка на левую сторону новая на водительскую и 700 рублей стоит ручка на правую сторону поняли прикол то есть 700 рублей никому на хрен не нужно это сраная ручка на правую сторону а вот это две с половиной я заказал уже две ручки вот так оставлять не дело видите ручки абсолютно идентичные вот смотрите абсолютно идентичные вот это вот мне супер не нравится вот так я оставлять не хочу я еще не понимаю что здесь произошло честно говоря как будто кусок металла вырвало там и тут что-то пытались все это заложить заклеить клеем выглядит это супер по сосну ну и отломали язык и что касаемо дверных карт их купить в нормальном состоянии тоже не представляется возможным поэтому вот плоды моего творения не знаю супер колхозное конечно починил но сейчас я вам покажу я вернул на место вот этот кармашек от другой карты от коричневый здесь заклеил клеем всю эту мешковину она вся слезла вот так вот мешковину проклеил на саморезы прихерачил вот этот карман далее вот эту вот херню тоже на клипсы на клей посадил вот этот батон назовем его так и сзади покажу вам и подклеил трещины местами но обычный короче обычным клеем секундным вот подклеил вот здесь саморезы поставил с шайбами чтобы держался карман нормально и здесь осталось только как-то попробовать я пока говорю попробовать потому что не уверен в своих силах поставить клипсы сюда на место и карту защелкнуть здесь супер много проблем вот видите какие проблемные места вот они вот они но на половине на больше чем половине клипс карта ну хоть как-то но должна держаться также я вот здесь на просверлюсь прям вот тут ничего там страшного и плохого не вижу и на кровельные саморезы чтобы она не телепалась чтобы она звуки не издавала и чтобы дверь можно было нормально открыть только ребят не бугуртить что я буду дверь как-то там уродовать саморезы в нее закручивать вы посмотрите сколько здесь лишних дырок от саморезов раз два три четыре пять шесть сколько тут еще семь восемь то есть здесь все уже когда-то было закреплено кровельниками но видимо та карта даже в таком виде отвалилась которую вот так кровельниками прихерачили но есть и печальные как бы новости вот это место например я снял ковер и вот что я увидел посмотрите как пол вошел в салон это кусок лонжерона с куском пола сейчас в салоне вот так вот это все выглядит ребят вот кусок вот этот лонжерона вот вошел в салон и это уже ковер вот вы прям можете наблюдать ковер раз ковер два ковер то есть с виду машинка супер живая а по днищу все-таки запрела вот чё нас с левым фонарем вот такая вот ерундистика отломан кусок его уже пытались клеить вот следы клея секундного ничего не помогло либо герметика какого-то из-за этого вот сюда вода набирается вот в эти квадратики в них стоит вода особенно в дождь ну и разумеется влажную погоду здесь просто уровень и лампочки перегорают естественно ну а здесь я сделал чтобы лампочки не горели потому что достала я уже три раза лампочку менял здесь я сделал красным скотчем такое в принципе допускается даже по техрегламенту временный ремонт для того чтобы эксплуатировать машину вот так красным скотчем вода больше внутри не скапливается лампочки не затапливает это как по мне самое важное но по фонарям друзья пока все печально даже на разборках на барахолках найти не смог давайте лучше о позитивных новостях о хороших новостях я нашел молдинг недостающий отмыл его подобрал клипсы и еще дополнительно посадил его на двухсторонний скотч молдинг на дверь я вернул также по мелочам подключил задние колонки которые были варварски отрезаны и провод был куда-то просто выброшен то есть кто-то когда-то как вот бобер своих видео вырвал всю косу проводки от этих динамиков и выкинул я их подключил на место также сейчас я салоне вам все покажу ну про колонки я уже сказал колонки я восстановил передние тоже теперь играют починил сделал плафон все нормально теперь работает стекляшка на месте под убрался здесь карты задние чуть-чуть под ну реставрировал с помощью саморезов и клея немного придал ну и он еще не убран салон естественно не помыт но придал уже немного виду салона то есть когда будет здесь дверная карта у нас когда будет нормальная ручка когда все это будет держаться пусть и на саморезах с клеем все это будет ну супер круто то есть уже совершенно другие эмоции будут когда будешь садиться в машину и закрывать за собой дверь поменял все лампочки теперь работают все габариты поворотники туманки задние и тому подобное это тоже очень важно потому что светотехника должна работать осталось только фонари нормальные без трещин накинуть чтобы техосмотр получить вот это такое промежуточные промежуточные результаты сегодняшней серии мы с вами поменяем две ручки поменяем масляный фильтр поменяем масло потому что масло вот у меня подозрение очень серьезные подозрения что масло она смешалась каким-то чудным образом с бензином масло два уровня практически и воняет она бензином очень сильно и мотор на нем постукивает то есть с башки как будто давление плохой либо как будто масло не той консистенции есть определенные стуки по башке и я уверен что замена масла этот вопрос решит и друзья что касаемо замены маслом взял вот такой вот оригинальный вольвовский фильтр 1300 рублей он стоил почитал драйвы в принципе люди и от жигулей ставят масляные фильтра здесь подходит по диаметру обычный там девяточный шестерочный классический неважно но решил поставить все-таки оригу потому что почитав драйвы этот мотор несмотря на то что он достаточно старый он к маслу утребователям то есть качество масла ну и к выбору масла тоже разумеется надо подходить с умом потому что я хочу чтобы этот двигатель побегал и походил еще не одну тысячу километров мой выбор пал вот на такое масло rainwell оптимум 10 в 40 она создавалась как профессиональная автохимия для автосервисов и корпоративных автопарков которые поставлялась оптом но с приходом в россию продукция пошла в розницу с меньшим объемом фасовки для частных лиц бренд разрабатывался в германии с применением самых современных технологий производства и с очень высокими требованиями а благодаря тому что масла rainwell делаются в россии они имеют доступную цену и никуда не денутся из-за санкций и еще большой плюс масло можно заказать на зоне у официального дистрибьютора который продает оригинал ссылку я оставлю в описании под видео спешите заказать в начале летнего сезона надо и масло поменять серёга одобряет ну и с машиной как приданное шли абсолютно новые летние покрышки тунга зодиак 2 и абсолютно новые колесные диски на вольву я установил новые покрышки и новые колесные диски сейчас машина на летней резине с отбалансированными колесами и 120 130 140 метров в час она идет без биений по рулю сход развал у нее нормальной никуда я не ведет не телепает как вы понимаете ручки ко мне еще пока не приехали я просто вам показал фронт работ давайте закрывать этот гараж от вольвы временно отойдем и буду вам показывать зачем я убирался в моем старом гараже тут все супер печально у меня в общем целый день я угробил на то чтобы здесь убраться посмотрите как здесь стало просторно по сравнению с тем что было по верхам вообще ничего нет то есть я вывез 3 вольвы полностью набитых всяким мусором всякими решетками пластмасскими задними полками овалами от динамиков там плавите всем пластиком зачем у меня серьезные проблемы с крышей я думаю вы замечали это уже не один год но в этом году все началось все начало отваливаться просто супер сильно посмотрите на это посмотрите на это на это на это трещины просто сумасшедшие видно что плита вот так то есть тут невооруженным глазом видно что плита уже вот так просела и совсем чуть-чуть возможно еще один два года и эта плита сложится сюда вниз сейчас ко мне за кадром приезжал прораб с которым мы строили мой новый гараж и так далее много где помогал решали что будем делать сошлись на том что нецелесообразно снимать кровлю это супер дорого очень много людей мне писала закажи кран закажи манипулятор прочее сними все плиты выброси их сделать культом деревянную кровлю ребята это супер дорого во первых ругань соседом с вот этим плита она часть она соединена с частью его крыши то есть нас общая плита вот это самое крайнее дальше с вот этим соседом теперь меня тоже получается вот эта плита частично соединена его кровля сейчас вмонтирована и сделано на моей вот этой плите полуразрушенной и вот эти две плиты самые больные то есть нет такого варианта что мы например берем и за день здесь все расхерачиваем убираем абсолютно все плиты и на следующий день уже начинаем деревянную обрешетку класть и делать деревянную кровлю такого ну варианта к сожалению нет это длительное согласование что с тем соседом что с тем соседом это куча вони куча ну скандалов я уверен это за собой повлечет какие-то непонятки и потом будем косо на друг друга смотреть все оставшиеся наши с ним соседство мы что решили посоветовавшись самый дешевый простой и быстрый способ это два двутавра кинуть вот таких же вот здесь посередине один двутавр и вот здесь на месте стыка трещин у плит вот тут вот плиты разрушены полностью и двутавр пойдет вот здесь то есть чтобы снять нагрузку с вот этой части где плиты уже полностью разрушены чтобы у них был ну все вся нагрузка чтобы она двутавр легла то есть у нас будет три страховочных получается поперечины вот это посередине и вот здесь и после этого вот эти штробы будут под разбиты перфоратором они будут замазаны но чтобы дальше не шло вот это все не отваривалась и будут пущены либо деревянные рейки либо железные все это будет зашито osb листами чтобы просто этого ужаса не было видно и оставим вент зазор 2-3 сантиметра с каждой стороны то есть вот тут у нас раз двутавр тут двутавр пустим рейки и к этим рейкам листы osb свет перенесется на потолок со стен вот эти все лампы со стен перенесутся на потолок и здесь все заиграет новыми красками станет гораздо уютней и приятнее здесь находиться и гараж принципе будет выглядеть куда цивильней вот такая история пока бюджеты еще не считали но 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 стартуем от полтинника то есть было заявлено это просто старт работ от полтинника но здесь делать нечего гараж надо спасать я не могу просто так на это все смотреть и ждать когда эта плита уже наконец-то рухнет сами понимаете так это не работает в таком виде это оставлять нельзя поэтому друзья будем честны особого настроения нет я понимаю почему это все ведет я понимаю что это ни хрена не не интересные не какие-то такие супер прикольные работы это необходимость это не моя прихоть что я хочу здесь новый потолок какой-то красивый сделать у меня просто ну наверное последний сезон остался чтобы успеть к этому приложить руки если пустить все на самотек то если зима 2024 года выдастся точно такой же как с 2023 на 24 и снега будет метр на крыше лежать твердого тяжелого это все просто рухнет и дай бог если здесь просто будет вот этот москвич стоять старый сраный москвич не жалко ну ну как ну жалко конечно но не так жалко если бы здесь стояла как бэха пятерка ховал тот же самый или даже бэха единичка моей жены вот если на такую машину упадет эта плита я потом локти кусать буду не прощусь этого никогда именно по этой причине в этом гараже кроме москвича я никакие машины не храню даже volvo я здесь не храню боясь что вот эти вот плиты рухнут на нее на мою красную красавицу делать нечего друзья решил как раз на дачку съездить чисто вечерком volvo прогревается блин какая же хозяйская тачка у меня давно такой не было еще со времен вас 2111 машина вроде всем хороша удобно комфортно но при этом можно в нее грузить что хочешь в любых количествах не жалеть особо и досталось за копейки во всем как 11 подсветку номера тоже починил чтобы гаишники не докапывались лишний раз осаго я на эту машину взял я на ней сейчас езжу абсолютно законно но учет пока плане не планирую переставлять как бы мы договорились что я поезжу на чужом учете эти номер подсвечивается габариты все работают стопаки работают печечка греет это самое важное у нас сейчас уже холодно на улице вечерами 45 ну 6 градусов без карты конечно не уютно ну ладно печку чуть побольше поставим все поехали машина расперделась разработалась холостой нормально держит подвеска не стучит уже то есть ну она знаете самоисцелилась назовем это так старая некрота по тип аудюх volkswagen of volvo в том числе после долгого простоя проперживается и едет как новая вторую молодость обретает если бы это еще касалось кузова бы вообще прекрасно если бы лонжерон который сейчас у меня под ногой водителя если бы он сам реинкарнировался и восстановился оброс новым металлом ладно это все мечты конечно сейчас еду на дачу дело в том что помимо того что у меня рушится крыша на гараже которую я вам показал уже у меня рушится треть дома на даче пару лет назад у меня был стрим сдачи я показывал всем зрителям в чем проблема с домом то что у меня основной дом основной сруб стоит на нормальном фундаменте из плит а вторая часть пристройка назовем ее так сене или как ну как угодно летняя кухня можно назвать она стоит просто набит на бетонированных столбах прошло уже 20 лет и все это рушится и тянет за собой основную часть дома то есть вот эта летняя кухня она ползет упорно и долго под землю пытается упасть и тянет за собой основную часть дома и это вообще не круто это просто жопа вот сейчас едем я там буду убираться все говно рассортировать и ломать стены этим ломать там все sb все снимать вызывать строителей и думать что с этим делать потому что дом надо спасать каким бы он курятником не был но у меня лучшего явно за мою жизнь не будет я не заработаю даже на такой поэтому нужно как-то все пытаться восстановить вот сейчас заняться нечем сейчас вику цепану с собой поедем убираться и работать не соком подременяю на номер мопа этот оппонент просит вас перезвонить переместили 7 на мотиве безлимин сигар шаттл надежно с ляпкой со стрелом я космонавт не знаю Четыре гампоинт, масло, чёрт Картана кабина, пяти процентов, плёнка Второй певот отказался от валётов Валяются в санях, а я вот такого сгон На крышке бардачка, как всегда по шесть Я не за рулём, поэтому могу нажечь Ленина подвлечивается, едем по встречной Мусорами не замечены кузови в вечном Тихо, из дворов наглуха бедными ров Спрашивали в детстве, откуда я Морос и Рустик На всем драме им говорили, что нашли капуст Спросит вот меня об этом дочка света Ей дам ответ я, что её скачали с интернета Короче, ребят, приехали, разбираемся на все эти баклажки Какие-то упаковки, коробки, тряпки Всё это нахрен повыбрасывать и со всем этим разобраться Вот тут мусорные пакеты, баклажки Все, короче, надо привести в божеский вид Потому что, если здесь заниматься сейчас стройкой Ремонтом, восстановлением вот этой части дома Я вот про эту часть дома говорю Ничего хорошего здесь не будет Здесь будет грязь, прочее Надо всё это повыбрасывать Вот это, вот тут начинается капитальный дом Вот тут Вот тут капитальный дом, друзья Вот это капитальный дом А вот это, где мы находимся Пристройка на курьих ножках Которая просела и, соответственно, тянет за собой общую кровлю И тянет за собой сруб Ладно, пойду заниматься делами Пока сейчас тут перекусим немного И будем приступать к уборке Снимать не буду, ничего интересного Просто хлам складываем в мусорные пакеты И после этого грузим в Вольво Покрыл сральник лаком Поздно, конечно, плесень уже пошла по дереву Надо было это два года назад делать Но только сейчас руки дошли В два слоя лаком покрыл сральник Теперь есть куда срать Дверь тоже покрыл Больше всего плесени здесь, но больше она не пойдёт Дальше она не пойдёт Под лаком теперь будет По-хорошему это можно было шкурануть Да и бог с ним Хуже я не сделал Вот два часа я лакировал сральник Вот кому расскажешь, не поверят Теперь ему надо посохнуть Пару-тройку суток И с кайфом будет здесь сидеть Хотя бы не открытая голая древесина Как раньше И, друзья Вот что я хотел вам показать Это для тех, кто не был на стримах Вот это опора дома Вот это опора Колонна из кирпичей Я что-то думал, что там стоят Как их правильно назвать Столбы такие Но тут всё Немножечко иначе Сейчас А, здесь на этой штуке Дом стоит Поняли прикол? Я её не могу вытащить Потому что на ней дом стоит О, я гараж вижу О, я вижу стеллажи в гараже Смотрите, ребят Вы видите там стеллаж в гараже? Вон он Короче, вот Вот эта часть дома уехала Вот видно Вот эта колонна На которой стояла А, зараза Это несущая часть На ней реально сейчас дом стоит Вот Вот эта колонна Она уехала Потянула за собой стену Это видно Кусок стены Вся кладка Рассыпалась Вон Бобёр у себя на даче Жигули отвертками ковыряет А я стены в доме Вот эта колонна Угол больше не держит Вот здесь всё лопнуло И видно, что вот это брус Вот брус На котором часть дома стоит Он уехал сюда Пи** Дом надо поднимать Колонна не держит Вот тут идёт вторая колонна Вот где колонны Всё лопнуло Вот тут колонна идёт И там колонна идёт Вот это вот одна целая На ней сейчас держится дом Вот здесь колонна тоже лопнула Вот Опа Ох ебать Ребята Она вся хочет Оторваться Буду приглашать сюда тоже Прораба Чтобы он смотрел Насколько всё плохо Сейчас я здесь откручу Вот эти Листы ОСБ И будем с вами Смотреть Можно ли это как-то спасти Я объясню вам свою идею Какое Какое видение ситуации Вижу я в данной Истории Как можно этот дом Ещё хоть как-то ему Продлить Назовём так Срок службы Вот это ОСБ Это я обшивал в детстве Мне дали Лобзик купили в детстве Но я рассказывал И я вырезал И я обшивал Вот эта обшивка ОСБ Это моя работа Все вот эти плиты Фанеру Это я подгонял в детстве Мне супер нравилось Стройкой заниматься А сейчас что-то мне не очень нравится Стройкой заниматься Так Отрываем Всё это Ну это только я Ребёнок Мог в кирпичи Саморезы Захерачить Поняли прикол Мне ещё Шуруповёрт Подарили Электрический Тогда И это я вот так вот Извращался В кирпич Загонял саморез Пока я там занимался сральником И в гараже отрывал стену Вот тут столько пакетов мусора За раз всё не увезём А то у нас тут нельзя типа промышленный мусор выкидывать Посчитают что это промышленный мусор Вот Всё освобождается это Тема какая Здесь должен быть второй этаж То есть сейчас это первый этаж Поняли прикол Сейчас это первый этаж Но должен он стать вторым этажом Вот это вот всё Щитовую надо переделывать Боже здесь столько короче дел Я не знаю за сколько лет с этим можно справиться Щитовую вот эту древнюю на помойку Нормальную щитовую Нормальную разводку Воды Выводы надо делать Освещение нормальное Окна вот эти выкидывать Всё переутеплять Разбирать Вот эта каркасная часть дома Вот эта часть дома Она построена по каркасному типу То есть снимать каждую вот эту доску И переуплотнять Там обычный пенопласт сейчас То есть это утеплитель отвратительный Очень плохой Вон он прям Пенопласт Вон там просто пенопласт Внутри Так что вся эта коробка должна быть разобрана До брусьев И изнутри И снаружи И переобшита И переуплотнена И переутеплена Ладно всё не буду отвлекать Пусть Вика тут работает Мы пойдём обратно В подвал Вернее в Какая тема Хотелось бы Вот этот курятник убрать отсюда Вот эту шляпу То есть Вот этой сваи Всё это Снести Дверь забаррикадировать Ту Убрать её вон ту дверь Входную группу сделать на первом этаже Вот здесь прям И крыльцо здесь Вот тут крыльцо Тут вход Тут дверь Ну либо с той стороны Вот где сейчас ворота якобы гаражные Вот эти Этого Псевдо гаража И чтобы вот это был первым этажом Пусть и с низким Потолком Не важно Всё же лучше Пусть вот такой низкий потолок Так я отодрал Несущий USB лист Давайте смотреть что у нас здесь творится Уровень взял Не знаю как им пользоваться Я не строитель Ну уехал Да дом видно Вот Не супер сильно конечно Вот эта лага Как она Ну тоже уехала разумеется Никакой плоскости здесь нету К чему тут можно ещё это Припендорить Ого Это вообще наоборот туда съехал Да здесь есть хоть где-то Что-то ровное Это туда завалено Ну очевидно Уровень не знаю зачем взял Так Чисто Побаловаться можно сказать Смотрим конструкцию Как это всё сделано Вот у нас брус Вот брус Вот рубероид В виде гидроизола В целом отработал Как гидроизол Потому что Гнили нет Брус как новый Как будто его вчера положили Ну вот тут затекала вода Вот здесь стоит холодильник сверху Это конденсат с холодильника Тёк видно Годами сюда тёк Вот столб Непонятно вообще Как на него что закладывали Столб уехал Думаю это Невооруженным глазом Видно Вот так вот Столб уехал Вот так И завален туда На нём сейчас держится Вся вот эта Куриная избушка Весь второй этаж Так называемый Следующий столб Вот здесь Где лопнула вся кладка Вот тут И вон там Там где мы смогли с вами увидеть стеллажи Это вон тот Он вообще уехал Прямо отсюда Видно вон туда завален Скоро Одна вот эта лага Как поперечина Может рухнуть туда Потянуть за собой всё В общем Снимать то наверное какой-то контент по стройке я не буду Потому что я ни хрена не строитель И за меня всё это будут делать люди Но надо вот приглашать сейчас прораба Для этого мне сначала нужно здесь абсолютно всё убрать Абсолютно все стены сделать голыми Отбить, отломать всю эту ОСБ, всю древесину и прочее И для этого опять же надо перетащить все шкафы Всё что здесь лежит Рассортировать, что-то выкинуть, что-то не выкинуть И сделать здесь абсолютно пустое помещение Чтобы уже можно было понимать с чем ребята и с чем бригада будет работать А вот и проблема Вот и причина Всех бед, почему так случилось, почему всё разъехалось Здесь у нас нет фундамента Вот эти стены и вот эта херобора Стоит на железных рельсах Ну как это, профиль П-образный Вот из пятёрки профиль П-образный В него прям залили бетон, посмотрите Прямо внутрь бетон залили И на П-образный профиль Начали класть кладку Да, на какое-то время этого хватило Я не спорю Я здесь не пытаюсь казаться каким-то экспертным строителем Но вы видите, что здесь произошло Вместо фундамента Вот такой тяжёлой конструкции На которую потом многотонная крыша железная и деревянная легла Которая соединяет две половины дома Это всё стоит Вся нагрузка на сраном П-образном профиле Трещины по стенам Вот они все трещины Вот они все трещины Этому не долго стоять То есть я вот когда бью ногой сюда Блин, оно реально туда отыгрывает Представляете? То есть это всё может упасть прямо мне на голову сейчас Как здесь работать, как всё это снимать Немного опасненько И в чём тема? У нас конечно сегодня серия про волевы Но я тут начал дачные мутки показывать Надо сюда вот на эту плиту залитую Она хоть как-то держит Сюда надо устанавливать домкраты Вот сюда домкрат Вот сюда домкрат Вот сюда домкрат И вон туда домкрат Всё, часть дома домкратится Ставится на... Можно подпорки соорудить временные То есть из древесины такой же Можно поставить три колонны Временные, опять же повторюсь И убирать стены То есть вот эту вот всю кладку Вот эти вот колонны Всё это сносить Пробивать вот эту плиту частично Отколупливать И заливать фундамент Далее, после того, как будет залит фундамент Установлено, всё сделано Далее будет на фундамент Классаться пеноблок В пеноблоке будет уже задел под входную группу Окно или два окна Вот тут окно небольшое, узкое, как амбразура И вот тут окно небольшое, узкое Чтобы естественный свет попадал в помещение И всё вот это будет возводиться Как вы понимаете Из пеноблока И вот эта часть дома будет спасена У нас кровля вернётся В штатное положение в своё Которое уже покривилось Крыльцо это снесём И лесенка будет вот отсюда Входная группа будет вот здесь Вот, к примеру, у нас здесь дверь Тут разулись Здесь у нас предбанник такой Здесь стоит скважина с водой Здесь стоит электрокотёл, к примеру Ну вот тут вот, вот тут, к примеру, электрокотёл стоит С отоплением И вот тут лестница Вот сюда она будет уходить И заходить напрямую в дом В общем, вы поняли о чём я Это супер далеко идущие планы, друзья Это прям настолько далеко идущие планы До невозможности Но я очень хотел бы К концу сезона видеть Хотя бы такой результат Понятно, что жилым этот дом я за год За один сезон даже, ну вернее, не сделаю Но хоть какие-то, чтобы были подвижки Вы видите, что ещё Год-два и это всё рухнет просто Всё, загрузились Сколько мешков влезло пока что Здесь вот мешки В салоне мешки Сегодня без фанатизма выкидываем Тут ещё остались баклажки Ещё два мешка Мусора будет ещё очень много Потому что надо разбомбить вообще Всё, что там есть на вот этом первом этаже Я не знаю, наверное Есть смысл заказать сюда контейнер Попробовать, вот чтобы сюда выгрузили контейнер И в контейнер всё сгрузить с участка Весь мусор как раз там Тонны три, по-моему, в этом контейнере Всё туда залезет А мелочь уже на вольвухе вывозить В этом она точно, с этим она точно справится Салон всё равно полностью под химчистку По-хорошему В любом случае её в таком виде продавать нельзя будет Вот так поработали Что-то уже три градуса Супер холодно, мы оба замёрзли Поэтому на сегодня заканчиваем Сейчас гараж закрою Ну, я надеюсь, теперь вы поняли, короче Чё у меня ещё в жизни происходит Всё рушится, гараж рушится Дом рушится Всё по п***де пошло, пацаны Вот такая вот дресня Здесь я приеду Наверное, ну снимать вряд ли буду Просто всё это рассортирую Выброшу и уберу У меня есть сараи Просто сейчас ключей от сарая нет Они у меня в городе остались Так бы я сегодня уже потаскал в сарае Всякое разное Всё, что нужно, естественно оставлю Что может пригодиться в жизни А всё остальное просто в металлум отправиться И в мусор Ну, вы поняли, короче, идею Всё, на сегодня подачи Хватит Мы сидим с камолом Вже день-каппердим Выпиваем пиво На рассвет глядим Но в душе тревога И нам не до сна На вид то появилась вновь она Четырочка кривая На крыле шпакля В салоне лежит мусор И крабам всем пизда Но цена отличная Всего сто пятьдесят Видимо быстрее Надо примут продавать Четырочка-четырка Девочка моя Каждую ночь я желаю Лишь тебя Залить тебя вновь масло А потом опять Крабы потворить И головку собирать Эка девочка моя Каждую ночь Я желаю Лишь тебя Залить тебя вновь масло А потом опять Крабы потворить И головку собирать Что ж, друзья, наконец-то приехали ручки Наконец-то! Без резиночек Без всего Резинки не идут в комплекте Представляете, с ручкой Жесть какая-то Да, ну и выглядит все Как-то хрупко Дико хрупко Ну, Китай, что взять с Китая Там можно было заказать оригинальные ручки По 16 тысяч рублей Примерный срок поставки был 25 июня Вот так Ну и вторая ручка точно такая же Без резинок, без всего Ладно, будем надеяться, что удастся как-то размягчить И привести в форму старые резинки, которые шли с ручками Хорошо, у меня мозгов хватило вообще ничего не выкидывать У меня все это лежит, ждет своего часа Ну, хотя бы двери начнут открываться, я очень надеюсь У меня, знаете, есть две попытки, чтобы починить водительскую дверь То есть, если первая ручка сразу же сломается У меня есть вторая попытка И вот тут уже проблема с ручкой Уже люфт есть Вот, смотрите, она подклинивает Охренеть Новая, смотрите Видите? Она должна до конца продавливаться Смотрите Слышите этот звук? Ступенька какая-то То есть, есть люфт на штифте вот на этом И формовка, видимо, дерьмовая У вот этой ручки вроде такого нет У первой, которую я достал Вот только я заговорил про попытки Вот у этой такого нет О! Вот так должна работать, смотрите Вот так Ой, боже! Ну, что хотеть... С одной стороны, знаете Что хотеть за 2 500 вместо там 15 Но с другой уж 4 резиночки можно было положить И можно было проконтролировать качество изделия Что его сновья клинит в одном положении Ну да и хрен с ним Все, поеду сейчас, ребят Еще по делам прокачусь чуть-чуть И потом в гаражик Будем эти ручки инсталлировать Сидя от дома Крущу, чего боюсь Иду в магаз Покупаю себе снюс Я обретаю силы Я получаю кайф Снюс моя жизнь Снюс из Малайф Когда с парнями У нас снюсик под кубами Но мы им не делимся Мы им обладаем сами Когда со снюсом Любой нам фильм по вкусу В кино, в машине, в театре В уники под снюсом Уражусь под снюсом Да и блять, умру под снюсом Ебрусь под снюсом Сосусь под снюсом Если нет в жизни вкуса Значит, бед в жизни снюса И все мои братки сколдаем Об этом вкусе Сидя от дома Крущу, чего боюсь Иду в магаз Покупаю себе снюс Я обретаю силы Я получаю кайф Снюс моя жизнь Снюс из Малайф Вчера я встретил драка Он просто курит Он маленький, он думает Он глотует Но он так глуп Он тратит свою юность Ведь только снюс Передает ребятам мудрость И вот открыл мне обеон Свои губы Через снюсика И весь мир для него рабы Главное, чтобы снюсик Не платить в рот А по братишкам Мы так точно в любой момент Кидаю старики Кидаю старики Недавно видел, как Кидаю старики Себя дома Кушу, чего боюсь Иду в магаз Покупаю себе снюс Я обретаю силы Я получаю кайф Снюс моя жизнь Снюс из Малайф Да, друзья Жопа абсолютная Все руки разбил Порезал, зараза Собрал кое-как дверь Карту всю на саморезы Вот Шесть саморезов использовал Все закрепил Уплотнил клеем И изолентой Собралась Но Теперь дверь не закрывается Объясню почему Вот этот карман Мешает вот этому карману На вот этих дверных картах Как-то все по-другому Должно было быть Видимо Либо сама карта уже распухла На сантиметр Короче, она упирается В этот карман Теперь, чтобы закрывать дверь Вот легко уже Дверь не закроешь Вот Все Теперь надо вот так Дверь закрывать О Ручка работает Преднатяг Вы слышите, какой преднатяг Вот даже когда ее открываешь Смотрите О Она аж отстреливает Видите Вот Она упирается ровно сюда Хотя, слушайте Вон как она запилена Ё-моё И тут запилена Не, это давно было Видимо Давно почему-то Такая история То есть, когда карта еще стояла До реставрации моей Вот этот вот Кармашек ее бил Аж запилило его весь Вон Это же не могло От двух открытий Сейчас случиться Ну, хотя бы закрывается Все С этой дверью разобрался По задней двери Абсолютно печальные Ужасные новости Ручку зря покупал Вот эта ручка Что тут стояла Она, во-первых, уже китайская Это не Вольво На ней нет Выштамповок Вольво Просто китайская ручка Ну, что-то по Типу того, что я купил Только качеством Еще более херовым Формовка Отливка Я поставил новую ручку Которую я приобрел Вот здесь металл вмял обратно И знаете, в чем здесь проблема? Почему здесь не работал замок? Тяга там на месте была Она не слетела Тут в самой внутренней части замка Вот эта Вот внутренняя часть замка Я сейчас уже собираю все обратно Там сломан язычок Который отвечает за открытие двери Внешней ручкой Внешней ручкой То есть язычок, который отвечает За открытие вот этой внутренней ручкой Он остался цел А язычок от дверной ручки Силуминовый Сломался Объясню, как это произошло Я уже даже расследование свое провел Кто-то когда-то Может быть дверь заклинило Может быть лед намерз Я не знаю, что произошло Начал отрывать ручку То есть дверь не открывалась Сама собой Изнутри она, видимо, тоже не открывалась И человек решил Вот такие жесткие усилия приложить к этому всему Для того, чтобы ее открыть Вырвал здесь кусок металла Вмял дверь прямо-таки сюда Тут прям порван металл был Но я отстучал как мог Собрал все И нажимая вот на эту штуку Сломал скорее всего ручку Поэтому новую пришлось покупать Китайскую То есть сломал ручку заводскую Которая здесь стояла И соответственно Сами понимаете Сломался луминовый язычок На внутренней части замка Вот такая жопа То есть Мне нужна Мне нужен Вот внутренняя часть замка Внутренний замок Собрать без него Без вариантов Никаким образом не соберешь Я честно Даже не знаю что сказать Думал починю эту дверь Но снаружи Она в ближайшее время Открываться не будет И просто жесть Как все разбирается Весь пластик Все просто высыпается тебе в руку То есть здесь такое качество Ну Не то что качество Уже усталость любой пластмассы Усталость всех вот этих материалов Но печально Я Немного Сгрустнул Назовем это так Сейчас соберу все обратно Получается без ремонта Просто поставил Новую ручку Но Она ни с чем не взаимодействует Так как язычок на внутренней части сломан Вот такая вот история Так ребят Решил клемму плюсовую Попробовать Починить Купил за 500 рублей Вот такую клемму Якобы латунную Сейчас посмотрим Я сюда уже закрепил две клеммы Которые я переобжимал В прошлой серии Потому что плюс греется сильно Которые я скрутил временно Когда стартером крутишь Ну соответственно Когда нагрузка большая Надо сейчас попробовать Это все утрамбовать Хм Стоило ли это 500 рублей Сейчас еще это окажется И даже не иметь А силумин крашеный Такое часто уже было Когда клеммы на девятке брал Там на все это Когда ты покупаешь такой товар Должен его короче Ну сам переплавить Я так понимаю И из него уже из формы Отлить Какое тебе нужно Из этого металла То есть ты просто Покупаешь кусочек металла Переплавляешь его сам И после этого Как бы У тебя все работает Ну наверное такая логика У производителя этого дерьма Так Вот Обжалась Плотно Вся обжалась клемма Оооо Провод весь обжался Сейчас вот здесь Надо изоленты все закрыть Ну для красоты Я имею ввиду И все В целом нормально Ну обжалась Вроде бы Сейчас вот я Чуть-чуть еще затяну Вот так И вот оно у нас Должно сюда одеться Когда аккумулятор встанет Все То есть клемма надежная Должна быть Греться должно Это все перестать Ну По моим прикидкам По крайней мере Затянул Нормально вроде все притянулось Плюс остался заводской Ну я отчекрыжил Гниль И нормальная медь Вот она обжата Этой клеммой Не знаю сколько походит Но греться это все Не должно по идее То есть Явно лучше чем мои До этого скрутки Из двух плюсов От девятки Я там плюс использовал И так далее Все Вот у нас плюс Это Вот это на генератор По моему Вот это два салонных Плюса Все И основной плюс На стартер Жирный-жирный Масса Все прикручено Также Обновил В три слоя Изоленту Вот на этом патрубке И пустил Тканевую изоленту Зачем? Для того Чтобы воздух не сосал Тут было три дырки Размером с палец И у нас В обход ДМРВ Неучтенный воздух Попадал И машина Немного смесь Неправильную делала Ну сами понимаете Все таки у нее есть Компьютер ЭБУ И она регулирует смесь По компьютеру Сейчас Дырок нет Отлично все Ну это Не панацея Это опять же На полгода Год такого ремонта Хватит И нужно будет Либо полностью Менять патрубок Либо Сами понимаете Еще раз Всю эту процедуру Повторять То есть изолента Теряет эластичность Она начинает Подсасывать Поэтому здесь В три слоя И потом еще Тканевые Вот так вот сделаны Для красоты Для фаншуя Под капотом Все Далил чуть антифриза Куда-то уходит Антифриз Именно подкапывает Естественно Он не Не в мотор уходит Но где-то Подкапывает Просто понять Где здесь Очень сложно Очень много места И хрен его разберешь Все Под капотом На сегодня Работа завершена Еще бы конечно Минус Дублер минуса кинуть Вроде здесь жирный Он достаточно Такой хороший Но по хорошему Надо будет еще Дублер минуса кинуть Хотя каких-то Ну Позывов нет К тому Чтобы его менять Нет такого Что она там Плохо заводится Или что-то Я еще не проверял Кстати Как она с новым плюсом Будет заводиться А то вдруг Она сейчас Ни хрена С ним не заведется Сейчас проверим Все Капот из сервисного режима Убрал Дверь хоть закрываться Стала Карта появилась Дверная Уже приятно Так Посмотрим Нормально ли я плюс Обжал Слышите вот этот звук Это бензонасос Он сегодня умер Слушайте Что произошло С бензонасосом В этой машине Я недолго поездил Вот история С моей Вольво 440 Повторилась со мной Но уже в 28 лет Спустя 10 лет Я на той Вольве поездил Где-то там Ну 5 дней Без происшествий И на этой 5 дней Без происшествий Слушайте Что стало С бензонасосом Он заклинит Скоро И прямо на ходу Заклинит Бензонасос На последнем Издыхании работает У меня слов нет То есть у нее Сыпется все Только начал На ней ездить Вот тут стоит Бензонасос Бошевский Слышите Звук какой Но я вам В самом начале Еще сказал Что с Бензонасосом Явно какие-то проблемы Он рывками качал Машина-то не глохнет На ходу Потому что ей Бензо немного нужно Для того Чтобы ехать Если он Где-то в дороге На месте Не поменяешь На гелике Я почему ездил С таким звуком Бензонасоса Потому что Он там менялся Просто под машину Лег У тебя там Целая квартира Полметра До рамы И снял защитки Я этот Насос Менял Прям в поле Прям на обочине В поле Менял этот насос Это вот началось Когда я приехал Сейчас сюда То есть она сломалась Ровно у гаража У ворот гаража Вот это Началось Ладно Надо отдать должное На самом деле Я зря гневаюсь Зря я ее обзываю То что она сломалась Именно у гаража А не В Ногинске Не в электростале Я сегодня много Куда на ней ездил Ручки эти забирал Запчасти Там по делам заезжал Если бы она в электростале Раскорячилась Посреди проспекта Ну я хрен его знает Только эвакуатор вызывать Потому что там нет смысла Какого-нибудь сервака Ее тянуть Все можно самим починить В общем Надо ее загонять На яму В тот гараж Выгонять москвич И Менять насос На газелевский Скорее всего Все Загнал красавицу Надо разбираться с насосом Что он После того Как я сейчас там Завершил съемку Он вообще кряхтеть начал Там такие звуки Страшные из него Там коллектор Что ли вообще уже там Выработка такая Страшная Сумасшедшая Все включаем Свет в яме Сейчас перчатки Одеваю Налобный фонарь Хочу в этой серии Добить техничку Самые основные моменты Свет починил Габариты работают Стопаки работают Дверь работает Водитель Центральный замок Работает Музыка работает И вот Теперь насос И сейчас вот А плюс починили Сейчас сука Я уверен Насос поменяем Вот даже Я его сейчас куплю В круглосутки Например газелевский Поставим насос Она поедет Опять 2-3 дня И еще что-нибудь умрет Вот в этом Вся соль Этих некротозов В этом прикол Почему я Пытаюсь донести До щеглов Что нельзя Такую машину Как основную Уметь Это же ебаная срань То есть она сломается В любой момент Вот в любой То есть ты в нее сядешь Завтра У него везде Поршень прогорит Или клапан Вот вполне Такое возможно Ладно Все не буду пиздеть Залезаем в яму Будем думать Что делать У нас потерян Кусок Лонжерона Дно Брызговик Потерян Ну и так По мелочам Пороги в целом Нормальные Гнить начало Из-за удара Кто-то когда-то Ударился Вот тут Видите Загнуло лонжерон Загнуло Под домкратник Никто не обработал Никто не переварил И тут гниль пошла Здесь все хорошо Ну есть дырочки Но все целое Потому что Так сильно не замяли А тут надо варить Эту сторону всю Вон Брызговик И полка крыла Тоже пошла Расслоилась Ну вы видите Да Так включай Зажигание Именно включай Просто зажигание Ага Не-не Оставь Бля Откуда этот звук Ооо Да ему Фильтр еще какой-то Двемерский Стоит Ну как в гелике Все вырубай Зажигание Здесь ребята Все как в гелике Вообще Один в один То есть Вся система Как на моем Бывшем Геленваге Любой универсальный Насос Газель Там Волга Вообще Не важно Главное сейчас Снять вот этот насос И посмотреть номинал Сколько он дует Давляк какой дает Я в первой серии Еще сказал Что пи*** ему Накаркал Ну не то что накаркал Я понимал Что он короче Не жилец уже Как он меня еще отвозил Я километров уже Четыреста на ней проехал Здесь уже все Переколхожено Шланги уже обычные Садовые пустили Это я так говорю Ну обычные шланги От автоваза Грубо говоря Нахуй я его сниму Походу Долгарки резать Придется Пацаки Болт выглядел Настолько сгнившим Что Я не верил Я не верил Отрываем Нахуй Фильтр Наверное Стоит поменять На следующем ТО Пусть на следующем ТО У дилера лучше Фильтр поменяют Я что-то не хочу Это делать Если я эти магистрали От него откручу Я их больше никогда На место не закручу Проводка вся сгнила Как насос питания получал Это же как-то работало Я на ней ездил То есть Вот на восьми волосках На восьми волосках Бензонасос работал А я удивлялся Чего он не качает Чего Довлека нет никакого Я залез сюда вовремя Супер вовремя Вот такой мотор Он у нас стоит От автовольт Ой старвольт Старвольт насос На нем выбит Каталожный номер Думаю Ну наверное Региональный Вольвовский Сто процентов Смотрим Вбил этот каталожный номер В интернет Насос топливный ГАЗ 3110 406 мотор Инжектор Подвесной Вот точно такой же насос Как я в гелик поставил Поняли прикол То есть я Столько там в яме Стоял Перед вами Распинался И оказалось Что здесь уже стоит Газелевский мотор То есть я такой умный Говорил вам Что сейчас Поеду Систему И вместо вот этого насоса Повешу газелевский А тут получается На меня Он уже стоит Газелевский Как говорится Ну Это и хорошо Вот эти мне и нравятся Такие старые машины Что у них Супер Все взаимозаменяемое В плане Моторных деталей Там Ну Каких-то Салонблоков Прочего Подшипников На нее есть куча аналогов Очень много аналогов И при желании Или при наличии Токарки Либо знакомого Друга Токаря На эту машину Можно изготовить Любую деталь Это не касаемо Салона Пластика И тому подобное То есть После сарки С ней проблем Даже через 20 лет Возникнуть не должно Все запчасти Круглые подшипники Как были в наличии Так и будут Тормозные диски Как были в наличии Так и останутся Надо ехать Покупать насос Еще я не знаю Вот такой кусок шланга У меня найдется Но я мед диаметр Это шестерка По-моему шланг Но там надо будет Еще вот этот шланг Менять Десятка Не 12 вообще здесь А по вот этому 14 Но внутренний 12 То есть Нужен шланг Еще 12 Маленький кусок Буквально 10 сантиметров От топливной Медной трубки От бака Которая идет Вот до сюда У меня десятки Как назло нет Сейчас все свои шланги Даже огрызки Которые не стал Выкидывать Осмотрел Десятого шланга Нету Двенадцатого Тем более Блядь Что еще метр шланга Наверное Ну метражом Придется брать Потому что меньше метра Не продают Надо покупать Ставить И наверное На этом будем На сегодня Именно технику Техничку Заканчивать Придешь в поликлинике У врачей Такая вимика Будто тебе лишилось Последнего полтинника Не навредить Клятва Диппократа Пришел от репера Лечиться Превратят как страта Баба Ставь как последний Баба Аннаргия Баба Аннаргия Баба Так ребят Приехали В автоуол Как обычно Ночью Сейчас пойдем Насос покупать Точно такой же Как стоял Один в один Даже фирма Памтажа Погнали в магаз Сейчас приобрету И кусок шланга Какой раз Выручает уже Это автоуол Жесть Уже Третий год Сюда катаюсь Ночью Все ребят Взяли насос 2850 Cortex Не Starvolt Обманул вас Cortex Вот он Точно такой же Насос Один в один Точно такой же комплект 2850 Еще две лампочки Одинаковые В габариты взял А то у меня Разный цветовой Палитры Одна у меня Лампочка В переднем Габарите Холодный Белый А другая Теплый Белый Взял вот такие Душманские Mega Power Просто чтобы Габаритки Были одинаковые Зачем Диодные беру Почему не Аутентичные Для того чтобы Разгрузить линию Там проводка Уже подустала Она уже Подгнившая Чтобы лампы Накала 20 ватт Туда не ставить Вот эти Максимум пару Отжрут Один Ускородной Проводки Они будут Хорошо Светить Я зачетал Морэп А ты упал И больше не встал Я не могу Понять Велик Тепан Велик Цыган Я возьму Кувалду В руки Попрошу Всех Встроенно Встать И выбью Твои Цолки Зубы Что Не лучше В род Давать Русские Перцы Чурки Немцы Кивайте Башкой Все Шлюхи Истермы Нету Никакого Рэпа Круче На свете Первый Класс Е А вы Сутки Немцы Русские Перцы Чурки Немцы Кивайте Башкой Все Шлюхи Истермы Нету Никакого Рэпа Круче На свете Первый Класс Е А вы Сутки Немцы Я родился Чтоб Вам Показать Как Надо Сутки Бать Даже Вес Пиянки Хотят Каждый День Мой Хуй Сосать Мне Посать На Все Я Говорю За То Что Я Хочу Я Текст Написал Этот Трек Записал Тебя Я Просто Так Убью Я Приду К тебе Домой Дам Сестре Твоей Пизды Так Друзья Ну Что Новый Насос Установлен Вот Так Все Это Здесь У Нас Стоит Новые Провода Новые Клеммы Все Переобжал Все Переделал Здесь Кто-то Крепил Насос Вот На Такие Сейчас Я их Найду Вот Такие Болты Зачем-то Вот Такие Болты Какие-то Резинки Изобретал Зачем-то Кто-то Берешь Три стяжки И вот Через Резиновые Кольца Эти же Соединяешь Все Вибраций Никаких Не будет Вот Все Зачем Велосипед Изобретать Зачем Какие-то Шпильки Прочие Три стяжки Этого Более Чем За глаза Кто Мне скажет Что стяжки Лопаются Лопаются Но Не все Три Сразу Поэтому Пока Они Тут Лопнут Может 20 лет Пройти Машина Уже Может На Металлолом Уехать За Это Время Сейчас Тут Уберусь Ребят Мелочи Все Доделаю И Будем Выходить Уже Наверх Пробовать Заводить Ну что Дорогие Мои Друзья Все Это Супер Затянулось Уже На следующий День Делаю Вот Эту Врезку Вставку Доснимаю Видос Дело В том Что Вчера У меня Села Камера Сел Телефон И Как Назло Блок Питания Единственный Зарядный Который У меня Насос Насос Новый Установлен Слушаем Как он Работает Вот Журчит Водичка Бензинчик Вот Так Должен Работать Исправный Насос Без Каких-то Скрежетов Тресков Без Вот Этого Вот Постороннего Шума И Посторонних Каких-то Адских Звуков Скрежетания То есть Если Вы В своей Машине Начинаете Слышать Что У вас Насос Время От Времени А потом Чаще 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 Начинает Работать Со Скрежетами Скрипами И так Далее К сожалению Вам Надо Менять Насос Ну Скорее Всего 99% Время Вашего Насоса Уже Подошло Все Насос Установлен Давайте Заведем Тюкнем Попробуем Завести Все Отлично Все Насоса Не Слышно Но В плане Он Не Трещит Все Работает 800 Оборотов Отлично Говорю Честно Я Уже Охренел Давайте Уже Наконец Таки Эту Серию Финалить Какие Итоги С вами Подведем Что Сегодня Серия Большая Комплекс Мы С вами Починили Хотя Бо Одну Ручку Поставили На место Дверную Карту Заменили Масло Поставили Оригинальный Масляный Фильтр Поменяли Бензонасос Поменяли Резинки Клеммы Шланги Все Вот Эти Вот Ну Всю Обвязку Вокруг Бензонасоса И Тому Подобное То есть Работ Было Проведено Много Вы Сами Все Видели Что Час Небольшим Мы Точно Добьем Все Как Вы Любите Все Требуют Постоянно Часовые Ролики Вот Я думаю Часовой Получится По Вот Этой Машине Ребят Ее Дальнейшая Судьба Сегодня У нас Вторая Серия С Этой Тачкой Но Судьба Ее Скорее Всего Простая И Понятна Она Будет Через Какое Время Когда В ней Пропадет Нужда Просто Продана Это Не Неделя Работы Не Две Недели Работы Здесь Нужно Разбирать Салон Здесь Нужно Снимать Переднюю Ходовую Практически Всю Вот Серьезно Практически Всю Переднюю Ходовку Чтобы В брызговики Добраться Где Лонжерона Где Крепится Ходовая И Вырезать Проваривать Мастичить Грунтовать И так Далее Я Этим Заниматься Не буду Скорее Всего 95% Что Я Этим Не Стану Заниматься Я Эту Машину Изначально Понимал Для чего Беру Я Знал Что У меня Скорее Всего Будет Стройка На даче Я Понимал Что Скорее Всего Мне Нужно Будет Ввозить Мусор Всякое Говно И Там Подобное Поэтому Когда Эта Машина Мне Была Предложена Естественно Я Забрал Как Это Было Три Года Назад С Ладой 2111 На Которой Мы Все Лето Очень Тонусно И Классно Возили Металлолом И Всякую Такую Ерунду Так Что Это Чисто Поджопная Техничка Поэтому Я Купил На нее Страховку Занимаюсь Технической Частью Плюс Минус Чтобы Она Не Подвела В Дороге Чтобы Я Мог На 100 На 300 Км Если Мне Будет Поехать На Ней И Быть Уверенным Что Она Не Встанет А Учитывая Проблему Сегодняшнюю С бензонасосом Я бы Сейчас Поехал Куда Даже К Бобру На Дачу Я Очень Хочу Съезд На Дачу Но Никак От Него Приглашение Не Получу И Вот Так Я К Бобру На Дачу Поехал На Ней И У меня Насос Пошедине Дороги Ну Все Это Пиши Пропало Никто Б Мне Там Не Помог Никакий Автосервис И Прочее Я Не Знаю Как Боя Выпутывался Из Этой Ситуации Вы Понимаете О чем Я Ладно Но Может Мои Планы Еще И Поменяются Может Мы Все Так Будем Варить Не Факт Просто Пока Такое Дал Какие Вводные Данные А По Третьей Часть Тоже Без Понятия Что С ней Снимать Еще Мелочевки Подделаем Ну И Дачный Сезон Все Так Какой Никакой Открылся Тоже Думаю В сериях Сдачи Еще Мы С вами Увидимся Всем Вам Огромнейшее Спасибо За то Что Были Сегодня Со Мной Не Забывайте Поставить Лайк Не Забывайте Написать Любой Комментарий И Увидимся С вами Очень Очень Скоро Давайте Друзья Надолго Не Прощаюсь Рыбану Как бабла А потом Опять Выпью Много Пива Буду Мощно Сочна